Добрый день, дорогие друзья! На библейский портал «Экзегет» не раз приходят вопросы, так или иначе связанные с игровой зависимостью подростков. Вопросы, которым сейчас никого не удивишь, потому что практически все родители сейчас обеспокоены тем, что наши дети или наши внуки чрезмерно увлекаются компьютерными играми. И вопрос звучит так. Как помочь сыну-подростку, который очень зависим от компьютерных игр, когда пытаемся его остановить, отвлечь, напоминаем, что надо сделать уроки, он с большой агрессией отказывается. Это очень глубокая проблема, дорогие друзья. И об этой проблеме многие сейчас говорят, и педагоги, и социальные психологи, и пастыри. Могу напомнить немножечко из своего маленького опыта, сотрудничества с общеобразовательными учебными заведениями. Не раз можно видеть такую картину. Мы идем вместе по школьному коридору с директором школы, с педагогами. А в коридоре на перемене, вдоль всех стен, прямо на полу сидят подростки. Пятый, шестой, седьмой класс. Кто-то стоит облокотившись на стену, у всех в руках смартфоны, и их глаза устремлены туда. Порой даже, вот мы идем вместе с директором, приходится порой даже переступать через ноги подростку, потому что они совершенно не видят, кто идет. Заходим в класс. Если где-то кучка подростков, то, как правило, вокруг телефона. Они даже не видят, что в класс вошел педагог, что в класс вошел директор, что, может быть, зашел еще кто-то в класс. И, учитывая грустные современные реалии, тут надо сделать одну некоторую оговорку, даже если, не дай бог, в учебное заведение зашел человек со злыми намерениями, подростки, школьники совершенно даже не обратят внимания, кто туда зашел. Педагоги, даже самые лучшие, самые талантливые, самые ответственно относящиеся к своему делу, ничего не могут с этим поделать, потому что телефоны, смартфоны, планшеты им подарили мы с вами, дорогие друзья, родители. Очень серьезная проблема. Поэтому компьютерная зависимость, а тут надо сразу оговориться, что такое зависимость. Зависимость, в отличие даже от просто какой-то дурной привычки, ну, например, привычка там каждый день пить кофе, курить, одновременно читать, да, или многие другие, то зависимость — это уже когда практически ничего не можешь с собой поделать. То есть даже если умом понимаешь, даже если понимаешь, а в подростковом возрасте это можно говорить с некоторой долей условности, что понимаешь вред, взрослые даже люди, которые имеют зависимость от компьютерных игр, даже если понимают умом, что это разрушительно действует на их ум, на их психику, на разрушение таких социальных связей, отражается на их работоспособности, но ничего не могут с собой сделать, а тем более, когда речь идет о подростках. Я не думаю, дорогие друзья, что то, что я сейчас скажу, будет чем-то принципиально новым, никакого открытия Америки не будет, но просто я хочу предложить всем вам, дорогие друзья, кто будет слушать эту беседу, вместе задуматься над этой проблемой и по возможности с Божьей помощью поискать пути выхода из нее, потому что любую проблему, а тем более такую серьезную духовную проблему, как игровая зависимость, чтобы ее исцелить, надо смотреть не на следствие, а на ее причину. В первую очередь, что хорошо всем нам известно, что сам по себе инстинкт игры заложен творцом в человека, и поэтому на всех континентах во все времена дети играли. Собственно, вот эта детская подвижная игра, как бы сказать, в сообществе других сверстников, она как бы естественно помогает гармоничному развитию ребенка, потому что во все времена, еще раз подчеркну, всегда все дети играли, и это естественно, когда дети играют на воздухе, тут и смекалка, и физически ребенок тренируется, социализируется, потому что во время любой игры, вот как игры нашего детства, например, так или иначе уже формируется у ребенка хоть какой-то нравственный критерий. Твой нечестный поступок во время игры может вызвать негативную реакцию твоих товарищей, ты можешь получить даже подзатыльник, и так или иначе уже в памяти, уже как бы учитывается, что так или иначе поступать нельзя, нельзя поступать подло и так далее. Какое-то чрезмерное физическое усилие приводит к болевым, скажем так, результатам, и тоже об этом будешь думать. Виртуальная игра, она паразитирует на, в общем-то, естественную для ребенка инстинкт игры, но она несет свои нюансы, потому что виртуальная игра, она чем отличается от обычной подвижной, что здесь тебе фактически не нужны товарищи, не нужны друзья. И в виртуальной игре там постоянный акцент на твою собственную значимость. Здесь ты господин положения, ты как бы маленький творец вселенной, как бы маленький бог, все заточено на тебя. Ты сам здесь или строишь города, или какую-то стратегию устраиваешь, или там уничтожаешь противников, каких-то монстров, идешь по каким-то лабиринтам. Никаких нравственных норм. Если в обычной игре ты, почувствовав боль, задумаешься, и в следующий раз, может быть, не будешь так поступать, то в компьютерной игре никаких нравственных норм. Там можно уничтожать тысячи всевозможных противников, зарабатывать очки. От этого еще больше и больше увлекаешься. И следует учитывать, что так как это вроде бы виртуальная игра, как бы игра-фантазия, фантазия воплощенная в таких вот ярких, мелькающих картинках, но она отражается на душе ребенка очень глубоко. Вроде бы она виртуальная, но отпечаток на душу приносит совершенно реальный. И что еще очень важно помнить, что она провоцирует рост эгоизма, когда ребенок думает, что он герой, он господин положения. И вот этот обманчивый взгляд на жизнь, потому что в реальной жизни ты зависишь от своих родителей, ты зависишь от педагогов. А вот в игре, почему ребенку так хочется уйти в этот виртуальный мир? Потому что здесь ты супергерой, все ярко, все только вокруг тебя. Жесткая программная заданность. Здесь только именно так и не иначе. Здесь как бы особого выбора для фантазии, для смекалки не предусмотрено. Вот почему у детей, как это было замечено множеством психологов, которые чрезмерно увлекаются компьютерными играми, а тут слово «чрезмерно» тоже надо с некоторой долей условностей произнести. Долго проводя время за компьютерной игрой, ребенок настолько в этот мир погружается, что потом, когда его с большим трудом родители пытаются вывести из этого состояния и вернуть в реальный мир, то у подростка, ребенок 12, 13, 14, 15 лет, у него возникает даже несвойственно для его возраста апатия, уныние, даже нежелание жить. В обычном мире все ему кажется серым, скучным, бесцветным, в отличие от того яркого мира, в котором он привык находиться во время игры. Безусловно, компьютерная игра провоцирует раздражительность, гнев. И это, собственно, все родители, педагоги сразу видят, когда пытаются подростка отвлечь от компьютерной игры. И тут не совсем справедливое сравнение, что, допустим, что такое телефон или планшет, это всего лишь инструмент. Но согласитесь, дорогие друзья, вот если ребенок, например, играет с молотком, забивает гвозди, даже играючи, если вы у него отнимете молоток, он не будет так реагировать, с такой яростью, с таким раздражением, так неадекватно, если вы у него попытаетесь отнять телефон или планшет. То есть вроде бы это инструмент, но этот инструмент, который настолько вжился в его внутренний мир, а он, соответственно, вжился в мир компьютерных игр, что он не может в силу своего, скажем так, ну еще не устоявшейся психики, своего еще интеллектуального развития подросток, он не может отделить виртуальный мир от реального. И поэтому те, кто мешает ему играть, становятся его врагами. И кто становится его врагами? В первую очередь мы с вами, дорогие друзья, родители, становимся его врагами. То, что разрушаются социальные связи, об этом уже многократно сказано, об этом говорят, и вы в интернете много можете найти лекции, исследований, докладов выдающихся известных психологов и педагогов на эту тему. Разрушаются все дружеские связи. Ребенок привыкает жить в этом виртуальном мире, и он порой даже не умеет общаться со своими сверстниками. А если даже общается, то и в общении сводится к минимуму только разговор, так или иначе, касающийся компьютерной игры. Не говоря уже о том, что компьютерная игра – это возможность бесцельно прожигать время, драгоценнейшее время нашей и так скоротечной жизни. Конечно, дорогие мои друзья, бороться с этим явлением, если мы желаем с ним бороться, надо обратить внимание в первую очередь на причину, а не на следствие. Конечно, я даю себе отчет, дорогие друзья, все, кто меня сейчас будут слушать, может быть, даже слова мои не всем понравятся. Горькая правда. Когда вы покупаете своему ребенку телефон или планшет, особенно если он еще в младшем школьном возрасте, или еще на уровне детского сада, вы наносите страшный вред его душе. Это все равно, что вы даете, дарите ему чашу, он будет находиться возле, я прошу прощения за такое сравнение, помойной ямы, и он этой чашей будет черпать только зловонную грязь. Пусть не покажется мой пример очень грубым или очень неприятным, дорогие друзья, но, скорее всего, это так. Вот вы дарите чашу тому, кто будет черпать, скорее всего, только грязь. Если вы потрудитесь, а я думаю, многие из вас так или иначе пытались заглянуть, загляните в телефон, в планшет ребенка, когда он играет, что он там видит, какие отвратительные, отталкивающие, безобразные образы постоянно перед его сознанием. Те образы, которые, если их на широком экране увидеть взрослым, а вот, в частности, известный психолог Вера Абраменкова, она однажды, и даже не однажды, во время одной своей лекции, родителям на широком экране показала этих персонажей компьютерных игр. Взрослые люди, уже с устоявшейся психикой, были настолько шокированы, что просили ее, отворачивали глаза и просили ее прекратить показ этих персонажей. А ребенок видит их постоянно. У него происходит такое, как бы, стирание грани, он привыкает к безобразному. Вот почему некоторые психологи даже такой термин, так сказать, есть, тонатизация сознания, когда в сознание ребенка проникают образы смерти, расчлененные трупы, скелеты, монстры и так далее, все безобразное. Ребенок привыкает жить в окружении таких существ. И с духовной точки зрения, дорогие друзья, мы, как верующие люди, не можем сказать, что мы этого не понимаем. С духовной точки зрения, вот приобщение к таким образом, это сосложение с ними. То есть, говоря языком Святой Церкви, происходит демонизация души ребенка. Казалось бы, из-за безобидных игр. А все потому, что вы когда-то, уступив его просьбам, может быть, даже очень настойчивым, следуя вот этому очень опасному клише, который есть в сознании родителей, а чему и ребенок хуже других. Ну, у всех есть, почему у него не будет. Но он же просит, он же не должен быть белой вороной. Ну, как он будет общаться в школе, если все с планшетами, все с телефонами? А как он будет, с кем он будет общаться? И вот следуя вот такому очень опасному клише, вы как бы, так или иначе, может быть, даже без злого умысла, вы толкаете ребенка вот в эту бездну, бездну демонизации его души. Именно демонизации. Я не оговорился, дорогие друзья. Потому что с чем соединяется умом и сердцем ребенок, на того он и становится похожим. Или цель богоподобия, к чему Господь нас призывает, и в Священном Писании четко и ясно сказано, что человек создан по образу Божию и должен достичь богоподобия. И как святой апостол Павел говорит в одном из посланий, уже живу не я, но живет во мне Христос. Кто живет? Христос ли живет в душе вашего ребенка, если он постоянно живет в мире вот этих виртуальных игр с такими безобразными, отталкивающими образами? Поэтому, пожалуй, главная ошибка, которую делаем мы с вами, дорогие друзья, мы с вами, родители, если мы идем на уступку ребенку, когда он требует, чтобы ему купили планшеты, телефон, и когда мы покупаем и дарим ему, а иной раз даже дарят с таким пафосом, вот тебе на день рождения, планшеты, занимайся чем хочешь, только отстань, только нам не мешай, потому что устали мы, у нас свои дела. Вы так или иначе толкаете ребенка в бездну демонизации. Конечно, дорогие мои друзья, вы сейчас можете мне возразить, и, наверное, возразить и не без оснований. Вы скажете, мы так устаем, мы настолько заняты, мы так перегружены работой, что нам порой объективно нет времени заниматься со своими детьми. И даже порой и бабушки, и дедушки, к слову говоря, не только родители, а порой и бабушки, и дедушки бывают настолько сами увлечены компьютерными играми. Я, честное слово, я даже видел таких пожилых уже дедушек, которым 75 и даже 80 лет. И у них так горят глаза, когда они видят планшеты. Они могут дать фору любому подростку-геймеру в плане своей, так сказать, включенности в вот этот виртуальный мир. Порой даже пожилые люди, бабушки, дедушки, вместо того, чтобы, как это было традиционно, всегда все свои силы, время скрасить тем, что общаться со своими внуками, даже они увлечены этим. Вы сейчас можете мне возразить, у нас нет времени с детьми заниматься. Отчасти вы будете правы. Но все-таки давайте посмотрим поглубже. Конечно, вы устаете, и пока едете на работу, и пока исполняете свои прямые профессиональные обязанности, и когда возвращаетесь с работы. Но отчего все-таки вы, дорогие друзья, все мы с вами, больше устаете? Только ли от исполнения своих прямых профессиональных обязанностей? Или, как однажды сказал один очень опытный современный пастырь, человек сейчас живет в чрезмерно информационно загазованной атмосфере. Утром встаете, первым делом, большинство современных людей что делают? Открывая телефон, или лента новостей, или что тебе прислали по WhatsApp, или даже одеваясь и завтракая, ум и сердце поглощены там. Садится человек в общественный транспорт, в метро, достаточно посмотреть. Все практически, и сидящие, и стоящие, все в телефонах. Не псалтырь они читают, и не Достоевского, и не классик, а все поглощены именно вот этот виртуальный мир, всевозможных новостей, всевозможного общения, поглощены этим. Во время работы любая минута свободная, и сразу же рука тянется к заветному планшету, и возвращаясь обратно. И вернувшись с работы, даже уставший, утомившийся отец или мать, скорее всего, открывает планшет и углубляется туда. Разве я сейчас не прав, дорогие друзья? И, конечно, вроде бы у вас нет уже времени, чтобы со своими детьми просто поговорить, спросить, что было в школе, что было нового, как уроки, чтобы хотя бы поинтересоваться миром своего ребенка. У вас действительно нет времени, но только ли потому, что вы устали на работе, а скорее всего потому, что вы перегрушены этими же информационными потоками. Я сейчас отдельно не касаюсь темы, что и сами родители порой сами играют в компьютерные игры, и даже готовый ребенку дать планшет, лишь бы он отстал и не мешал самому папе, а иной раз даже и маме, самим поиграть. Поэтому причина, в первую очередь, в самих родителях. В нашем слабоволии, как говорит современная поговорка, и сила есть, и воля есть, а вот силы воли нет. Какой можно предложить совет? Только при условии, дорогие друзья, если вы это сами пожелаете, только при условии добровольного согласия. Введите в свою жизнь такое небольшое правило, небольшой мораторий. Мораторий на общение с вашим виртуальным другом, телефоном, планшетом или домашним компьютером. Выделите себе хотя бы час или полтора времени вечером, чтобы просто почитать, просто книгу или Священное Писание, если я в первую очередь обращаюсь к верующим людям, или Жития Святого. Просто какие-то интересные рассказы, можно классику, просто книги о природе, все что угодно, но только книгу. Даже если у вас в планшете закачана половина ленинской библиотеки, отложите временно свой драгоценный планшет, откройте обычную книгу, переливистые страницы, и почитайте вслух. Пусть вечером хотя бы один час, лучше, конечно, побольше, будет атмосфера чтения вслух, и вы почувствуете. Хотя бы возьмите свою волю в кулак и хотя бы на неделю попробуйте так, хотя бы ради эксперимента. Вы почувствуете, как совершенно по-другому будет восприниматься жизнь внутри семьи. Маленькие дети, если у вас маленькие, пусть они играют. Допустим, дети, подростки, они могут в этот момент делать домашние задания. А отец, мама, например, на кухне готовит, а пусть папа вслух что-нибудь читает. Выключить телевизор на это время, выключить все компьютеры, и просто атмосфера чтения. Голос отца, который что-то читает. Вы удивитесь. Кто хочет, испытайте на себе, вы удивитесь, насколько... Ну, в первую очередь, хочу сразу оговориться, в первый момент вы почувствуете, как вам самому это непривычно, как ваша рука будет судорожно искать знакомый телефон, планшет, без которого вы уже свою жизнь не представляете. Но если вы усилием воли, с Божьей помощью преодолеете вот это первое искушение и введете как бы в распорядок своей жизни вот это время вечернее, его можно назвать как угодно, библейский час, или час чтения святых отцов, или просто час такого вот семейного чтения, начните читать слух и увидите, как дети, которые досели, вроде бы были как чужие в вашем доме, с каким интересом они будут вас слушать. Маленькие что-то играют и будут слушать вас. Подростки, например, делают уроки, они даже отложат уроки и будут слушать, что вы читаете. А закончите день после этого чтения совместной вечерней молитвой. Об этом много духовно опытных священников даже нашего времени обращают внимание, что даже в православных семьях, как бы в оцерковленных уже так или иначе, вот эта практика, очень добрая, хорошая традиция семейной вечерней молитвы, ясно, что утреннюю вместе совершать не всегда удобно, разный у всех режим, кому-то на службу, на учебу и так далее, в разное время надо вставать и уходить из дома, но по крайней мере вечером помолиться вместе. Пусть хоть короткое вечернее правило, хоть краткое, сейчас речь не идет о том, чтобы прям длинное, такое как монашеское, вы совершали, но хотя бы краткое молитвенное правило все вместе. Например, отец вслух читает, допустим, хотя бы правило преподобного Серафима Саровского, вы знаете, три раза «Отче наш», три раза «Богородица» и «Символ веры». И пусть дети по очереди все читают «Отче наш» и «Богородица». Помолиться вместе. Начните так, дорогие друзья. Это просто совет, просто доброе пожелание. Попробуйте, и вы почувствуете, как ваша семья объединяется, как в вашей семье все-таки водворяется какой-то другой мир, теплый, прекрасный, радостный, позитивный, устремленный на вечность, богоцентричный мир. И еще один маленький совет, кто желает. Опять-таки, здесь нужна сила воли. Небольшой мораторий на знакомство с любыми новостями накануне воскресного дня. Если вы готовитесь, как верующий человек, в воскресный день, шесть дней трудитесь по заповеди Божией, седьмой день хотите отдать Господу. Ясно, бывают исключения, когда командировка или какие-то нештатные ситуации, когда вы в воскресенье не можете быть на богослужении, но это исключение. А идеальный вариант, шесть дней трудишься, в воскресный день хочешь отдать Богу, накануне Божественной Литургии, лучше даже с пятницы вечера и до воскресного вечера воздержитесь, попробуйте, по крайней мере, от любых новостей и телевизор, и интернет, просто от любых. Дайте себе хоть небольшую паузу, освободите свои умы, сердца от этой чрезмерной, еще раз повторю, загазованной атмосферы, и вы почувствуете, как в вашу жизнь входит благодатное христианское состояние. Вы почувствуете в своей душе мир. И потом, вот те, кто это попробовали, они потом сами с удивлением говорят, неужели, как это, столько лет мы жили, мы даже не знали, что такое возможно, что возможно со своими детьми общаться, возможно их слышать. Иной раз, как рассказывали люди, которые начали такое практиковать, они даже на своих детей смотрят, они готовы их обнять, насколько их дети кажутся им прекрасными. Те дети, к которым они привыкли, привыкли от них отмахиваться, отстань, 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 сынок, иди отстань, я сейчас занят, или я очень устала. Насколько дети ваши будут прекрасны, и как они будут тянуться к вам. Попробуйте, дорогие друзья. Помните слова Священного Писания, Святой Апостол Павел говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Если ваш ребенок, которого Господь вам послал, один или двое, и трое, сколько у вас детей, будет находиться в сообществе развращающем, а развращающее сообщество — это мир деструктивных, демонизирующих компьютерных игр, то он развратится. Если он будет в обществе житий святых, Священного Писания, в первую очередь, житий святых, светлых, благочестивых каких-то примеров, исторических каких-то персонажей, даже если он просто будет в кругу семейного общения, значит, он, если вспомнить еще слова святого царя-псалмопевца Давида, как он говорит в Псалтере, «С преподобным преподобен будешь, а с нечестивым развратишься». Создайте атмосферу благочестия, веры, любви, душевного мира в семье, и тогда вы сами увидите, почувствуете, и вам будет с чем сравнить, что ваш ребенок не будет так тянуться к этому отвратительному, безобразному, демонизирующему миру компьютерных игр. Попробуйте, дорогие друзья. Храни вас, Господь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok